С сегодняшнего дня в России заработала новая методика ремонта после ДТП по ОСАГО. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Я напомню, что на сегодняшний день для того, чтобы рассчитать стоимость ущерба после ДТП, страховые компании используют так называемую единую методику. Эта методика предусматривает ежеквартальное, то есть раз в три месяца, обновление справочников, средних стоимостей запчастей, материалов и нормы часов работ по восстановительному ремонту после ДТП. Таким образом, в эти справочники раз в три месяца вносятся актуальные средние стоимости часто бьющихся запчастей, таких как, к примеру, фары, бамперы, кузовные детали и так далее. Ранее, согласно предыдущим правилам, при расчете вот этих средних стоимостей в справочниках использовались сразу несколько цен. Первая цена, которая в обязательном порядке должна была учитываться, это цена оригинальной запчасти. Помимо этого, согласно действующей методике, можно было также для расчета, для учета применять и цены неоригинальных запчастей, но они были, скажем так, в качестве дополнительных. То есть все эти цены собирались, при помощи сложных форм вычислялась средняя стоимость, которая и вносилась по каждой позиции в этот справочник. Сегодня, 11 сентября 2022 года, вступило в силу указание Центробанка номер 6144У. Согласно этому указанию, было внесено одно принципиальное изменение в эту методику. Теперь разрешено по некоторым маркам и моделям автомобилей, если по ним в России нет оригинальных запчастей в наличии, либо они стоят очень дорого, разрешено не учитывать стоимость этих оригиналов. То есть для расчета стоимости восстановительного ремонта допускается теперь сравнивать цены только неоригинальных запчастей. Естественно, основной риск после этого изменения, после 11 сентября для автовладельцев, в том, что после ПДТП, после того, как будет посчитана стоимость ущерба, выплаты по ОСАГО при учете неоригинальных запчастей могут существенно снизиться. Это грозит тем, что полученной выплаты может просто-напросто не хватить на осуществление полноценного восстановления автомобиля после аварии. Естественно, сами страховщики и многие эксперты это отрицают. Они говорят о том, что средний размер выплат после ДТП, после учета цен неоригинальных запчастей особо не изменится, но при этом возможность учитывать такие неоригинальные запчасти якобы поможет сдержать стоимость полисов ОСАГО, чтобы они не дорожали. Как прокомментировал данное изменение исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, в связи с ситуацией на рынке Банк России разрешил использовать стоимость аналогов для расчета ремонта по ОСАГО. Он подчеркивает, что указания Центробанка не регулируют саму процедуру ремонта, а касаются лишь сбора данных для расчета в справочниках запчастей. Это скажется на том, что цена на запасную часть, которая могла не быть в справочнике запчастей по ОСАГО, теперь там появится. Цена эта будет рассчитываться на основании стоимости тех запасных частей, которые реально есть на рынке при сроках доставки не более 15 рабочих дней. То есть это будут реальные цены, считает Евгений Уфимцев. Вот такая вот информация. А если уже после публикации данного видео и после вступления в силу этих поправок сегодняшнего дня вы будете обращаться после ДТП за выплатами по ОСАГО, вы можете поделиться в комментариях на тему того, хватило или не хватило этих выплат на осуществление полноценного ремонта после аварии. Я думаю, эта информация будет полезна для всех подписчиков и зрителей. Также в очередной раз хочу напомнить, что уже послезавтра, 13 сентября 2022 года, вступает в силу второе указание Центробанка, согласно которому базовые тарифные коридоры ОСАГО будут расширены для легковушек частников сразу на 26% в меньшую и большую сторону. Естественно, для многих автовладельцев это повлечет за собой повышение конечной стоимости полиса ОСАГО. Поэтому, если ваш полис ОСАГО истекает в ближайшие месяцы, я рекомендую не откладывать его продление, а купить действующий полис ОСАГО уже сейчас, чтобы успеть его оформить по старым ценам. Для этого вы можете воспользоваться ссылкой в описании под данным видеороликом. Такая вот информация. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!